Из Альминии. Первый фактор, первый, точнее, отговорился к тому, где в 2012 году было, значит, убийство семьи артисянов в Генбрии. Где бригада Сороса активно сработала и они уже были готовы на нападение со второй базы. Это ямарь 2012 года. Если бы вовремя не было напечатано в прессе о том, что Гермыков и его сына являются сектантами и находятся на американском попечении, то, поверьте, это было бы уже другое кровопролитие. Потому что нападение на базу было уже четко спланировано, было готово люди напасть. Это первый отговорился. Второй отговорился к тому, что здесь мы больше говорим, но рабочих контактов между структурами Альминии России почему-то у нас очень мало. В свое время, значит, в годы войны, в 40-х годах, Турция была центром сбора спецслужб, концентрации спецслужб всего мира. Потом перешел он в Ливан, потом в Сирию и после войны в Сирии оно перешло в Альминию. Что нужно было для этого делать? Нужно было уничтожить местные спецслужбы. То, что было сделано. У нас спецслужбы сейчас стали экономическими преступлениями в основном заниматься и выполнять заказы. Основной работы именно по линии спецслужб, то, что обеспечения безопасности, национальной безопасности здесь у нас не было. Ну, возьмем хотя бы то, что в Альминии зарегистрировано 67 религиозных организаций, из которых только 14, они принадлежат апостольской церкви. Все остальное, 53 организации, это являются сегтантскими организациями, которые финансируются Западом. Наши спецслужбы просмотрели, а точнее не просмотрели, наверное, халатное отношение было. То, что двух организаций, Мармонов и «Слово жизни» были представительства в Турции, которые открыли армяне, местные армяне, там открыли свои представительства, дали добро. А также данные представительства находились еще и в Азербайджане. С Халиловым, у нашего Артура Сумуняна были очень тесные, близкие контакты. Исходя из всего этого, Артур Сумуняна Слово жизни, когда он в свое время так показал, что он имеет большой объем компромата на все должностных лиц. Это все помнят хорошо по делу Анжелу Сарксен, актрисы, где были в сети, были сброшены ее фотографии. Но цель была не то, что посадить какого-то художника, а то, что данные фотографии есть на всех, которые прошли через эту дорогу должностных лиц. И исходя из всего этого, он свое дело начал делать. То, что бывший министр обороны Давид Дмитрия вернулся представителем НАТОвской группировки больше всего, чем местных интересов он защищал. Потому что в 2008 году, я помню, что было разговаривать о том, что у него в Швейцарии был банковский счет на 25 миллионов долларов. Извините, как министр обороны, который получает только зарплату и ничем больше не занимается. Такой огромный счет в Швейцарской обороне. Таких факторов очень много. На сегодняшний день сектанты являются отличным электоратом для тех, которые готовят, точнее, для западников. В Армении действует более 350 тысяч сектантов, из которых только 180 – это активные харизматы. Это «Слово жизни», там «Харизматы», «Хосматы», «Адвентисты» и все прочие жильеозные организации, которые здесь есть. Так вы знаете, что почти 200 тысяч – это готовые, как роботы, выполняющие приказы пастора. И будут выборы, это 10 тысяч, они свои обеспечат, свои кандидатуру. То есть беспрекословно никто не будет думать, давать ему голос или не давать. Вот данный фактор надо изучаться и надо совместно с Армении, с Россией, совместно именно искореняться из Армении, потому что это главный враг Армении. Также главный враг Армении – это биолаборатории. Для Армении существование 30 биолабораторий в Армении, хотя официально они зарегистрированы в 8 городах, но здесь есть 30 биолабораторий. Есть еще одна тайная лаборатория, это на улице Кручан, третья больница, бывшая армянцевая, центр армянцевой. В 2016 году в НАТОвской резолюции, точнее в пресс-серилизии было сообщение, что четырех филиппинцев, которые заболели в Грузии, в институте имени Булгара, то есть в верхней центральной лаборатории, биолаборатории, перевезли в Армению. Но поверьте, что центр армянца, оно не располагает теми средствами, которые обеспечивают безопасность обременных вирусов. Но почему тут перевезли туда, и там, в верхнем этаже, почему-то оказался вот именно тайная верхняя биолаборатория, которая контролируется американской разведкой Рума. На сегодняшний день я в своем профиле напечатал список американских дипломатов, которые находятся под крышей, точнее, как прикрытие. Прикрытие в том, что представляют они разные спецслужбы Америки. Там есть представители Рума, фотографии их, их недавние. Там есть представители АМБ, есть представители ЦАРУ, и даже два человека, есть КБР. Сегодня они спокойно, бесчеркословно делают все то, что хотят. Вот это свободное передвижение нужно приостанавливать. Вот это будет главным заговором того, что дальнейшее армянское российское прошлое может вполне существовать. В противном случае, постоянно будут всячески мешать. Да, еще маленькая информация. Через Армению ежегодно и сохранно проходит транзитом 4,5 тысячи тонн наркотиков. В Армении остается только 5%, 10 тонн. Все остальное вывозится. Это второе. И третье – это продажа оружия. Нелегальное оружие, не оборот, именно по всему миру. Спасибо, я думаю, все.